Карантин. Сегодня изолированы целые страны. Как утверждают аналитики в истории человечества, это впервые. И сложившаяся ситуация как бы перевоспитывает нас, заставляет по-новому взглянуть на привычный порядок вещей. Но, к сожалению, до сих пор находятся те, кто считает, что эти нормы их не касаются. Так вот, их ждет полная ответственность, согласно законодательству. Это одна из тем следующего нашего обзора. Продолжение следует... На улицах столицы Управлением безопасности дорожного движения города Ташкента в целях изучения ситуации были проведены рейды. Дорожно-патрульный пост Иркин в Штучеландзарском районе столицы. Как выяснилось, гражданин Мухаммад Али Ахмаджанов управлял своим автомобилем без соответствующего разрешения Центра государственных услуг. Ну а у водителя автомашины Матис вообще не оказалось никаких документов. В отношении нарушителей были приняты соответствующие меры в установленном порядке. Проведенные рейды пост патрульной службы помогли выявить нарушения и в Мирабадском районе. Как стало известно, интернет-клуб, расположенный на улице Мирабад, несмотря на карантинные мероприятия, продолжал вести свою деятельность. Разумеется, и владелец данного заведения не останется без наказания. Ну а поведение нарушителя не нуждается в особых комментариях. На местах сотрудниками организовываются профилактические мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил карантина среди населения. В случае выявления нарушения правил карантина, вы будете привлечены к уголовной и административной ответственности. Также представители дорожно-патрульной службы столицы сопровождают транспортные средства, перевозящие продукты питания и товары высокой потребности. Создаются необходимые удобства для того, чтобы предприниматели безопасно смогли доставить груз в торговые пункты. Ещё одна новость. На дорожно-патрульных постах для проведения сотрудниками дезинфекции местности устанавливаются новые и удобные устройства. По инициативе инспектора дорожно-патрульной службы на постах проводится дезинфекция автомашин с применением инновационных методов, которые соответствуют всем нормам санитарии. Главная цель – обеспечить безопасность наших граждан и предотвратить распространение инфекции. Усилия представителей данной сферы направлены на обеспечение здоровья, мира и спокойствия среди населения. Ну а гражданам, в свою очередь, не помешало бы относиться к проводимым профилактическим мероприятиям с пониманием.